Ольга, у вас в этом сезоне просто сплошной летний биатлон, вас приглашали на Блинк, ну там не поехали, вас приглашали в Петлинген, теперь в Уфе, то есть расскажите, вот в чем главное отличие, по-моему в Екатеринбурге вы бежали? Да, в Екатеринбурге вы бежали, то есть сплошной летний биатлон. Скажи, пожалуйста, в чем принципиальное отличие шоу-гонки от спортивного мероприятия, спортивного соревнования, чемпионата мира? Ну, вы знаете, я могу сказать, что мне на коммерческих стартах вообще не везет, я, видимо, в сезоне, в этом сезоне мне так удалось стрелять хорошо, и когда приглашали меня на шоу-гонки, я, наверное, за весь сезон отдувалась, столько штрафов насобирала, поэтому, конечно, мне ближе по душе в официальный старт, я более концентрируюсь и собираюсь, у меня это получается. То, что это вводится, это хорошо для некого отвлечения, чтобы постоянно не думать о объемах, о тренировках. Хорошо, что так вот получилось проехать и переключилась на официальный старт здесь в Уфе. Поэтому, думаю, мы на правильном пути и, конечно же, готовимся к сезону. Дальше только будет лучше, будем набирать обороты в скорости со стрельбой, слава Богу, пусть все хорошо будет. Есть некие проблемы с ходом, поэтому все это можно наверстать, успевать считанные месяцы до сезона, поэтому все будет хорошо. Отлично. Поделитесь, пожалуйста, секретом, самым главным секретом, который вот я просто видел, что под Ленингене вы бежали по брусчатке, бежали по канализационным люкам. Как справлялись именно вот с такой сложной трассой? Ну, конечно, я берегла, в первую очередь, палки, потому что они были более подвержены риску поломки. Можно было поломать наконечники, если палка попадет в люк или в брусчатку. И, конечно же, проблема такого покрытия забивается сильно голем. Поэтому очень хорошо, что есть асфальт. Здесь, в Уфе, тоже подготовили асфальт очень хороший, скоростной, я бы сказала. Новый асфальт всегда лучше. На нем роллеры побыстрее едут, нежели на старом. Он и холоднее получается. Большое спасибо. Спасибо.